Дорогие друзья, добрый день. Мы начинаем очередной вебинар портала «Прианру. Недвижимость за рубежом». Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала. Мы сегодня будем беседовать о инвестициях в зарубежную недвижимость. Будем беседовать с нашим другом, коллегой тут условно можно назвать, потому что я журналист, а Эрик Резенфельд – инвестиционный консультант, но имя я его уже назвал. Это Эрик Резенфельд, человек, который последние полгода не активнее, конечно, иных президентов, но близко к тому выступает, потому что тематика, которую он освещает, наверное, ничуть не менее актуальна сейчас для нас, чем борьба со злосчастным коронавирусом и так далее. Значит, 29 сентября у нас, надо называть теперь, наверное, еще одну цифру, курс евро 93 в рублях, но Эрик находится в Финляндии, наверное, для тебя не столь важный момент, хотя, как сказать, наверное, тоже какой-то… Важный, потому что он касается моих клиентов, конечно, важный. Ну, в двух словах о том, как мы сегодня построим наш разговор. Традиционно хочу сказать, что сайт, чат у нас работает, вы можете задавать вопросы Эрику. Более того, я думаю, что сегодня вопросов будет много, поскольку тема уж более интересная, и многие вопросы просто приходили заранее. Нам перед каждым вебинаром вопросы приходят, но сейчас их было уж очень много. Мы в последние полгода чаще говорим об инвестициях не только чисто в недвижимость, но и охватываемые и смежные темы. И весной вот инвестиции в недвижимость, особенно с ограниченным бюджетом, оказались более-менее… более активно востребованы, чем раньше. Ну, просто потому, что как-то сохранять деньги хочется, в недвижимость инвестировать хочется, возможности не у всех есть инвестировать сотни тысяч, в чем более миллиона евро. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, вернее, то, о чем Эрик будет рассказывать, я здесь буду свою миссию вижу как проводник ваших вопросов и сомнений, уважаемые зрители, потому что тема очень непростая, и она… вот уж пусть меня Эрик простит, она в каком-то смысле напоминает, ну, там, сектанство, да, и часть вопросов, которые нам задавали перед этой темой, а вот насколько… Вот и меня спрашивают, а вы, Филипп, как к этому относитесь? Насколько все это серьезно, насколько это надежно, вот те схемы, о которых мы говорим. Ну, собственно, Эрик, давай тогда тебе слово, еще раз прошу, по ходу дела, вопросы, сомнения, я все буду транслировать, чат работает, кто не успеет посмотреть что-то сегодня, на Преан.ру завтра, послезавтра выйдет материал, в рассылке вы все, безусловно, получите. Итак, говорим о недвижимости, об инвестициях в недвижимость с ограниченным бюджетом. Вводное слово, Эрик. Что, как это вообще работает, о чем мы говорим? Ну, во-первых, и в главных, мы говорим о недвижимости, то есть мы не идем в сферы, где мы касаемся каких-то иных финансовых инструментов, мы продолжаем говорить про недвижимость. Другое дело, что кроме классического инвестирования в недвижимость, как-то купил я эту недвижимость, потом ее перепродал, допустим, на каком-то этапе, или сдаю в аренду, не зарабатываю, существует еще масса иных инструментов. Вот эти инструменты, на мой взгляд, они всегда существовали, просто они не столь заметны, может быть, и не столь известны, по крайней мере, в России. Почему этот год оказался таким, скажем так, важным для этого продукта? Ну, по ряду причин. Не только потому, что у людей стало меньше денег, и потому, что рубль продолжает уже, сколько лет, 25 падать, и вот-вот пробьет. Надеюсь, что не так быстро, но мы движемся к 100 рублям за, назовите сами, доллар или евро, кому их нравится. Вот. Поэтому, во-первых, конечно, количество денег сократилось, а во-вторых, страхи увеличились, потому что классическое куплю недвижимость за рубежом, буду на ней зарабатывать, там, на краткосрочной арене, на долгосрочной арене, на перепродаже. Ну, в силу сложности передвижения, этот бизнес, если не совсем остановился, он, по крайней мере, скажем так, усложнился, потому что не все готовы покупать вслепую, при всем доверии к тому риэлтору, который находится с другой стороны, и не везде этих... Технически это даже возможно. Вот. Поэтому возникла, скажем так, потребность спроса на рынке на то, что можно сделать с капиталом, не обязательно маленьким, но так, чтобы он был разложен в нескольких корзинах, и для того, чтобы он мог, скажем так, не подвергаться единоразовому риску. Просто говоря, если я вкладываю все в один проект, я зависит только от успеха этого проекта. Поэтому, говоря о недвижимости, говоря об инвестировании недвижимости, мы вполне можем говорить и о том, что есть разные формы инвестировать. Но это можно перейти к такому порядку как аутсорс, потому что деньги могут работать не обязательно именно, скажем так, доходясь в ваших руках или таким образом, что вы купили там недвижимость, и потом эту недвижимость там сдаете в аренду. Деньги могут работать, так сказать, разными способами. Это раз. Во-вторых, достаточно большой сложный порог, но его когда-то мы пересечем, это понимание того, что кто-то может вашими деньгами распорядиться лучше, чем вы сами. На самом деле, это не всегда логично и прост принять, но тем менее, если мы говорим о пассивном доходе, то кто-то этот доход для сможет генерировать, и вашей должен выбирать, какой компанию вы свои деньги доверите. Вот. У меня этот год оказался рекордным и по количеству обращений, и по количеству заключенных контрактов, и по целому ряду, скажем так, показателей. Не потому что я как-то вот начал, скажем так, по-другому работать, а потому что, видимо, общая ситуация дает потребность в маленьких инвестициях за пределами со стороны. То есть для того, чтобы генерировать доход в евро. Евро тоже имеет свою инфляционную слабость, но она, конечно, несравнимая с публикой. Вот я думаю, в этом причина интереса к этим продуктам сейчас. Окей. Ну, к нам зрители продолжают присоединяться, и перед тем, как мы перейдем уже, может быть, к конкретным решениям, мы на прошлой неделе беседовали с тобой на другой площадке, на выставке Ampires Online. Коснулись этого вопроса, и уже по завершении нашей беседы несколько вопросов дополнительных прозвучало. Все-таки, буквально в нескольких словах, пока вот еще зрители к нам присоединяются, а как, на твой взгляд, изменился или мог измениться инвестиционный подход за последние, скажем, полгода? То есть вот вся история, связанная с невозможностью переезда, вся история, ну, связанная с некими ограничениями, о которых мы даже и предполагать не могли, что они вообще возможны, как она может, должна или будет влиять на поведение инвесторов, буквально в нескольких словах, перед тем, как мы уже перейдем к конкретике. Ну, давай сразу я уточню, что мы говорим про, скажем так, непрофессиональных инвесторов, мы говорим про людей, в которых есть некая среда денег, которую они хотели бы потратить на покупку зарубежной недвижимости. Да. И то, что они как бы планировали сделать в прошлом году, допустим, и в этом году не сделали. Причина будет несколько и не обязательно только границы пандемии. Если человек теряет работу, если он видит, что его, скажем так, доход рушится, и он не знает, что с ним будет завтра, эти деньги, которые он предполагал инвестировать в квартиру за рубежом, он, скорее всего, и, возможно, вообще не будет никуда инвестировать. Он решит, что лучше их придержать по себе, потому что они могут понадобиться тупо на жизнь, просто говоря, для того, чтобы прожить. Это одна причина. Вторая очень популярная тема еще весной. Осенью цены упадут, вот тут-то я как раз и наброшусь, и все это сгребу, так сказать, буду по пять, так сказать, квартир за раз покупать. Ну, кто прислушивался, я не говорю, что такое про себя, множество людей говорили, что этого не будет, и объясняли, почему не будет. И даже анализировали, что будет, если такое произойдет. И это тоже оказалось не самым интересным сценарием, потому что то, что цена упала, это еще не заработок, это лишь просто меньшие траты. Вот. Поэтому, во-первых, люди перестали, кто-то, скажем так, решил, что я не буду покупать, потому что мне деньги важны себе. Я не знаю, куда эти деньги пойдут, мне лучше, чтобы они были у меня под рукой. Второе, выясняется, что эти рубли, которые в свое время не были обменены, они уже теряют в силу того, что рубль падает. За последний месяц процентов 7-10 просто-проста исчезли из вашего кармана, если у вас только рублевые сбережения. Кого-то, конечно, остудило отсутствие возможности поехать в другую страну. Многие делают покупки эмоционально во время отпуска. Вот они, соответственно, тоже эти покупки, скорее всего, не сделали. Или, может быть, задумались, а если дальше будет продолжаться, как я в свою квартиру попаду в будущем. В общем, тут целый ряд причин, почему люди, как мне кажется, стали меньше покупать. И закрытие границы – это лишь одна из причин. Окей. Ну и тогда давай переходить. Ты в самом начале упомянул две возможные, более понятные инвестиции. Это покупка и перепродажа. Сейчас, вот давай так, все-таки, покупка и перепродажа. Как относиться к ней в текущих условиях? Как ты к ней относишься в моменте? Я отношусь к ней плохо. В том смысле плохо, что я бы не стал на нее ставить своих инвестиционных расчетов. То есть, да, мы видим статистику, там цены растут, здесь они растут. Там статистически в стране, там в среднем плюс какой-то процент рост стоимости. Но рост стоимости статистической и рост стоимости вашей конкретной квартиры в конкретном месте – две большие разницы, как говорится. И как вам удастся свою квартиру продать – это еще большой вопрос. Если вы покупаете квартиру с надеждой на перепродажу, ну, самое глупое, что можно сделать – это копировать свой опыт в России на то же самое за ее пределами. Ну, попросту говоря, если вы где-то покупали в Казани когда-то на этапе котлована квартиру и вам удалось перепродать с 30 или 50% прибылью, это замечательно. Я вас поздравляю. Но не надо предполагать, что любая квартира, купленная на этапе котлована, всегда вам будет просить такие же деньги. Вот, поэтому я на это… Мне кажется, что если удастся перепродать с прибылью, что еще большой вопрос. Это зависит от очень простого принципа – это соотношение предложений спроса. Ну, очевидно совершенно. Никакой математики выше выдумывать не нужно. Если предложение превышает спрос, цены растут. Если наоборот, то цены не растут. Вот. И если удастся перепродать с прибылью, то это будет здоровым бонусом, на который я бы не рассчитывал, но который всегда будет в радость, если такое произойдет. Окей. Ну, и вопрос, связанный с арендными перспективами. Ну, и вот в частности, один из наших зрителей уже задал вопрос, если мы говорим о доходной доме в Финляндии, ну, как один из примеров. Не случайно этот вопрос. Напоминаю, что Эрик в настоящий момент, если я правильно понимаю, сидит в Хельсинке, и вообще основной мест жительства Эрика – это… Безвылазно в сторону России, к сожалению. Иначе бы я уже был в Питере и сидел бы рядом с тобой. Что приятно. Было бы, но как бы, да. Но, тем не менее, пару слов про аренду. Ну, это, знаешь, аренда. Аренда – понятие настолько широкое. Ну, аренда, там, я не знаю, можно рассматривать два варианта – краткосрочная и долгосрочная. Те, кто покупает недвижимость в курортных зонах, они, как правило, рассчитывают на краткосрочную аренду. На этот замечательный микс, когда и поздаю, и поживу, и прочее, прочее. Ну, краткосрочная аренда умерла. Ее нет сейчас. Когда она восстановится, мы не знаем. Это зависит от того, в какой степени работает внутренний рынок. Например, я не знаю, там, если мы возьмем рынок Юго-Восточной Азии, который строится за счет туризма, то там ее не будет, наверное, еще года два. Мне так кажется. Я могу ошибаться, конечно. В Финляндии мы здесь имеем отношение к краткосрочной аренде, и аренде, я могу сказать, что здесь тоже этого бизнеса нет. Хотя существует внутренняя миграция, но поскольку многие работают сейчас удаленно, конференции проводятся меньше, людям перемещаться из города в город, собственно, снимать квартиры на день, два, три особого смысла нет, и повода нет. Извне люди не приезжают, даже имея возможность пересечь границу, они боятся, что они что-то там подхватят где-то по дороге, в самолете, на корабле и так далее. И это тоже не делать. Поэтому краткосрочная аренда на данный момент – это не бизнес. Это такое вялое кое-как волочение в сторону, так сказать, неминуемой гибели. Если говорить о долгосрочной аренде, если говорить об аренде, связанной не с туризмом, а, скажем так, с местными жителями, то, конечно, бизнес существует, люди везде живут в арендных квартирах, где-то, как в Германии, вообще больше арендаторов, чем владельцев недвижимости и так далее. Это нормально, аренда не является показателем бедности или, не дай бог, каких-то признаков того, что ты не в состоянии себе что-то купить. Это свободный добровольный выбор. Поэтому, конечно, аренда есть и будет существовать. Если говорить конкретно о доходном доме в Финляндии, надо смотреть, о чем речь, о каком регионе или городе идет речь, какие там цифры, какие там расходы, какие там грядут ремонты. В Финляндии есть несколько подводных камней, которые важно понимать при покупке недвижимости, а именно грядущие большие ремонты. Они могут существенно вашу расходную часть изменить в худшую сторону. Поэтому, как бы в общем могу сказать только, что надо рассматривать, нужны цифры, и тогда я могу сказать свою субъективную точку зрения. Это, естественно, будет только моя точка зрения, не более. Окей, ну давайте перейдем уже все-таки к основной теме. Мы говорим о возможности инвестировать с небольшими, имея небольшую сумму. Что это за механизмы? По твоей практике, как они работают, много ли их? И как их надо различать? Потому что, насколько я все-таки понимаю, не так глубоко, как ты, но все-таки тоже погрузившись в эту тему, там есть очень-очень разные моменты, которые для инвестора, в общем, могут оказаться решающими при выборе того, что такое вот там долевое, недолевое вложение в недвижимость и так далее. Ну, тут, наверное, нужно сразу провести определенную черту и сказать, что если единственный способ инвестирования для вас – это покупка кирпича, то есть, попросту говоря, покупка непосредственно недвижимости, коей вы единолично владеете, без разницы, это будет в вашем городе или за пределами страны и так далее, если это единственный способ, который вы принимаете и приемлете, все остальное для вас это от лукавого, дальше не слушайте, потому что… Нет, нет, подождите, я еще… Варианты маленьких инвестиций… Я еще сделаю анонс из следующего вебинара, чего это не слушайте, мне нужно, пожалуйста, послушайте, ну что это? Ну, я включу, я просто хочу сказать, что очевидно, что если вы обладаете капиталом в 10 тысяч евро и хотите его вложить в недвижимость, то за эти деньги вы ничего купить доходного не в состоянии, это нужно понимать, или у вас 3 тысячи, 5 тысяч, или вовсе у вас капитала нет, и вы хотите ежемесячно что-то вносить в некие тельные фонды или программы по инвестированию в недвижимость, то очевидно, что вы будете микросовладельцем некого большого бизнеса. Вот как бы это нужно изначально понять и принять. И если это пока вас еще не отпугнуло, тогда мы движемся дальше. Дальше. Вариантов множество. Существуют различные фонды, там рейты, real estate investment trust, например, в Америке и в целом ряде стран, где вы платите там ежемесячно или единоразово, вы получаете определенного рода акции, и в результате вы получаете дивиденды, и вы зарабатываете на доходности этих самых фондов. Ну, суть, она очень проста. Компания собирает средства с людей, эти средства инвестирует, управляет им. Это как раз на тему того, что кто-то может лучше брать вашими деньгами, чем вы сами. Вот. Они складывают все это в один, скажем так, большой котел. На эти деньги покупается некая коммерческая или жилая, или иная недвижимость. Она просит доход. Этот доход, соответственно, делится в пропорции к общему капиталу и вашей доле. Вам как бы кусочек, мне кусочек, третьим, чем кусочек и так далее. Я работаю с двумя, скажем так, компаниями, с двумя инструментами, которые мне показались наиболее достойными и интересными. Вот я могу о них рассказать в качестве примеров. Брат, мы обязательно сейчас вернемся. А вообще, ты сказал два инструмента. А по твоему опыту, а сколько всего таких инструментов? Ну, если там совсем уж маленькие различия не воспринимать как различия, а все-таки, ну, ты назвал рейд, ты назвал там покупку акций. Ну, и что, 10, 15, 20 подобного? Нет, нет. Скажем так, принципиально их несколько буквально. Это покупка акций компаний, которые в свою очередь приобретают недвижимость и ею управляют. Это возможность, скажем, например, покупки облигаций и через облигации инвестирования. И, ну, по сути, доли – это те же акции. Поэтому, наверное, вот акции и облигации – это два основных инструмента, которыми здесь можно пользоваться. Между прочим, упомянутые в Финляндии, мы тоже с тобой, по-моему, эту тему обсуждали, ты же не покупаешь недвижимость, покупая квартиру. Это не недвижимость здесь. Да, ты покупаешь акции. Вы покупаете акции, которые даже вам право собственности не дают, а лишь только право пользоваться. Тем не менее, это считается покупкой собственности. Окей. Ну, давай тогда начнем с конкретных примеров. Я могу сказать, что некоторые из этих примеров мы уже анализировали весной прошлого года, но, как выяснилось, меньше вопросов не стало. И, кроме того, это как раз та тема, где постоянные такие консультации нам ждут более чем уместные. Давай посмотрим, что у нас есть. Итак, вот первый пример, о котором мы говорим, пожалуйста. Да. Кстати, напоминаю весенний вебинар. Попросите, если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в чате, по ходу дела будем отвечать на них. Что ты сказал про наш весенний вебинар, я тебя перебил. Он был прекрасен, вот что я хотел сказать. И было очень много обращений, и были инвесторы, которые пришли, и, собственно, скажу, мы работаем до сих пор по этим и иным направлениям. То есть, в общем, я хочу сказать, что здорово и спасибо. Не знаю, правильный момент об этом сейчас заявить, но, так сказать, хорошее слово, оно всегда к месту. Пошли к делу. Хорошо? Да. Значит, этот проект, он мне сначала понравился чисто эмоционально, потому что я там был в прошлом году. Я поехал меня посмотреть, мы прилетели в Париж, с Парижем мы ехали на машине 4 часа, и оказались в такой совершенно зеленой озерной зоне. Меня как бы озерами не удивить из Финляндии, а мои гости и те, кто были со мной, были абсолютно поражены экологией, чистотой воздуха, тем, что это совершенно Франция-Франция, в отличие от Парижа, который, ну, как Вавилон, здесь абсолютно такая спокойная, тихая Франция. И вот в этом месте стоит отель. Отель, там больше 100 лет, насколько я знаю, и в этом отеле, как правило, он известен тем в округе, что в нем проводятся свадьбы и различные съезды, конференции. То есть он исключительно работает на местную аудиторию, не на туризм, а в первую очередь на те, кто живут в городках вокруг. Так вот, британская компания купила огромный участок земли вокруг этого отеля, в миллион квадратных метров, строит там гольф и спа-центр. Расчет на то, что поскольку сам по себе отель уже известен и все равно там как бы протоптана уже тропинка к нему со стороны клиентов, то спа и гольф и детский, кстати, городок там тоже будет, они уж точно дело не из спорта. Плюс рядом в маленьких городах очень много таких аэропортов, на которые куда летают эти лоукостеры. И поскольку компания британская, она хочет прилететь уже, так сказать, в будущем британский гольфер. А гольферы, ну, кто в гольф играет, это публика очень лояльная своему виду спорта, и они летают куда только возможно, если хорошее поле сделано. А поле там хорошее. В общем, я там побывал, мне все дико понравилось. Нет, я тоже себе хочу кусочек этого счастья. И уже в разговоре мы выяснили, что у компании есть несколько вариантов приобретения недвижимости в этом проекте. Один классический. Вы покупаете там апартаменты, живете в них, или вы сдаете их через управляющую компанию и, соответственно, на этом зарабатываете. Либо вы комбинируете и проживание, и доход. И стоимость там 220 тысяч плюс евро. Самых маленьких. Нет, чем он работает, ты покупаешь апартаменты. А ты не работает, сам проект, он должен был открыться в этом году, но поскольку все строительство было закрыто, то он на год перенесет, за это как бы инвесторы получают компенсацию годовую, и, соответственно, все включается через год, что тоже логично и понятно. Вот, но если человек не в состоянии или не имеет желания вкладывать такую сумму, более 200 тысяч, то если ты можешь купить долю, что это означает? На каждую, вот если ты откроешь следующий слайд, он объясняет как раз, как это все работает. Принцип очень простой. На каждую квартиру, на каждые апартаменты регистрируется компания, британская компания, только в Британии вообще с налогами и с юридическим, корпоративным правом все гораздо прозрачнее и проще, чем в сложной Франции. Эта компания является владельцем конкретных апартаментов. У компании устав, в котором прописано 13 равных долей. Каждая довольно имеет те же права, что и любая другая, и нет никого, кто ровнее всех равных или там главнее остальных или имеет право решать за кого-то. То есть у каждого своя ниша, каждый имеет одну 13 или две 13 или три 13, сколько он захотел этих долей купить. Все инвестирующие в эту компанию люди приходят туда с одной и той же целью – заработать. То есть они покупают свою долю, они либо там несколько недель в году могут ее пользоваться, либо они отдают на управление компанией и зарабатывают. Поэтому нет конфликта интересов. Если компания продает все эти доли, соответственно, имущество делится между этими 13 людьми, и каждый имеет одну 13 этих самых апартаментов. В этом случае вы можете платить 17 230 евро – это минимальная цена на самый маленький квартир на студию, потом 27 тысяч, 26 тысяч на двушку и так далее, и так далее. Что позволяет маленьким деньгам работать? Вот у меня был целый ряд людей, которые после нашего весеннего вебинара как раз обратились с тем, что у них есть сумма 20-25 тысяч, и они хотели бы, чтобы эта сумма работала, чтобы деньги работали, чтобы они не в евро. И вот они как бы пришли ко мне с этим вопросом. Альтернатива, которую мы рассматривали, это была стройка в Батуми или недвижимость у себя в городе плюс ипотека. Из этих трех вариантов они выбрали этот вариант, который я предложил, потому что не надо брать ипотеку, во-вторых, доходность в евро, и в принципе, так сказать, им сам проект понравился. Их не нужно все это инвестиционно. Вопрос следующий. Когда ты вкладываешь, не важно, какая компания, важно понять все-таки ее надежность. Что ты лично знал и что ты, например, знаешь сейчас про Дэрд Винхем, Хэллиотвититит, вот это британская компания. Насколько они надежны? Первый ли для них это проект? Я есть, да, понятно. Значит, смотри, Винхем это международный оператор американский. И когда он берет под свое крыло тот или иной отель, включая его в свою базу, ну, соответственно, это тоже большой плюс. Хотя изначально, повторюсь, этот проект не был рассчитан на международный туризм. Но, скажем так, то, что заключено 20, по-моему, или 25 лет контракт с Винхем, что они будут пиарить этот проект и гонять туда своих туристов, это, конечно, тоже плюс. Значит, Хэлсен Ретрит для компании это не первый проект. У компании уже, так сказать, там 7 или 8 проектов реализованных. Я прекрасно понимаю, что даже 200 реализованных проектов ничего не гарантируют с 201. И вообще, как бы, ну, по мере того, как живешь, прибираетесь. Ну, все равно на эмоциональном уровне, как бы, компания, которая там с неким опытом, это все-таки, ну, такой... Я получу, может быть, те же самые деньги, но нервничать буду меньше на протяжении этого периода времени. Наверное. Смотри, я исхожу в своих решениях из того, что я не могу никогда докопаться до истины. То есть мне могут взять какие угодно документы, и я не буду сидеть там или там 3 месяца там нанимать каких-то дорогостоящих юристов по 500 евро в час или там аудиторов или каких-то людей или компаний, которые в состоянии это делать, чтобы перекопать эту компанию до такой степени, чтобы там сдать каждую копеечку. Я этого делать не буду. Может быть, если бы мне нужно было вкладывать миллион, я бы этого делал. Но поскольку речь идет о небольших деньгах, то я вижу здесь, скажем так, ту информацию, которую я получил, достаточно для того, чтобы взять на себя этот риск. То есть я понимаю, что, да, теоретически любая компания может на каком-то этапе там обанкротиться и не реализовать свой проект. Я это понимаю. Я это понимаю. И это нормально, потому что даже покупка недвижимости, мы имеем 100 примеров. Я имею 100 примеров от моих клиентов, которые покупали недвижимость, вроде как кирпич, вот тебе помогла собственника. А в результате цели не достигнуты, цена упала и так далее, и так далее. Поэтому я изучал, я общался с людьми. Мне главное, мне понятна концепция, мне понятно, что нам по пути, то есть я понимаю те цели, которые перед людьми стоят, как они их реализовывают, какими силами, кто их реализовывает. Я понимаю, что я верю, кто же этот проект успешный. Вот этого мне достаточно для такого уровня инвестирования. Ты так красиво рассказал о путешествии во французский озерный край, из финского озерного края. А сколько всего ты подобного рода проектов посмотрел? Ну, понятно, что... Или это был первый, который посмотрел, он тебе понравился, и ты в другие не полез? Проекты, которые ты посмотрел, нет, не годится. Я смотрел проекты во Франции и в Германии. И то, и другое мне понравилось. Я ехал уже, собственно говоря, примерно представляя, что меня там ждет. Я, конечно, за... Я уже много лет занимаюсь инвестициями в недвижимость, и, конечно, я насмотрелся множество проектов. И я, на самом деле, особо даже... Если там мне прислали какие-то картинки, приезжай, посмотри, ну, сколько что я домов не видел, что я не видел этого вида из окна на море и прочее, прочее, это все как бы видно уже миллион раз. Мне гораздо важнее управляющая компания и их концепция. Вот это то, на что я смотрю, и то, что я изучаю. Потому что смотреть на очередной проект, там, красивый, там, или какой-то классический, ну, нет никакой возможности. Уже их 150 тысяч этих проектов осмотрят. Понятно, ну, хорошо, изучая управляющую компанию, ты сколько управляющих компаний посмотрел, ну, сколько проектов хотя бы сидя у себя в кабинете из Хельсинки проверил, были ли такие, посмотрел, нет, что... Конечно, 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 ну, особенно легко это делать, если компания британская, потому что там вся программа, то есть там все данные, они прозрачны, то есть если я, мне, например, предлагается проект, я вижу, что там за полгода три директора сменились, а это все доступная информация, набираешь компанию просто в интернете, и все ее данные выскакивают, если речь о британской компании, а финской тоже, думаю, это касается любых европейских компаний, ну, я просто не буду говорить, не знаю точно, вот, я вижу, как бы, некоторые признаки, которые мне не нравятся, я смотрю на адекватность людей, как мы общаемся, я вижу, какие документы они мне присылают, конечно, я не знаю всего, я тоже могу ошибаться, но вот, исходя из своего опыта, исходя из того, что я изучаю, я говорю, либо да, либо нет, мне предлагали проекты множество в той же Великобритании, мне много предлагали в Латинской Америке, мне постоянно предлагается Кипр, и так далее, и так далее, я не говорю, что они плохие, ни в коем случае, но, либо они не дают, то есть, понимаешь, как бы, мне нет необходимости находить другие проекты, потому что, если у меня есть хороший проект, другие нужны хорошие деньги, я же продаю деньги, я не Францию или Германию продаю, я говорю, вот, ребята, вот здесь можно вложить и заработать какие-то деньги, по моему субъективному мнению, и мне нужно делать то же самое, нужно бросать этот, заниматься тем, ехать, изучать, зачем, если у меня уже в руках есть, евро, а не всегда евро. Хорошо, пошло несколько вопросов, у нас сейчас ведется параллельная трансляция из Facebook, и вот Лариса Богданова, Лариса, здравствуйте, очень приятно, что у вас есть несколько интересных вопросов, как оформляется доля, и если ты продаешь потом свою долю, как это надо согласовывать с другими участниками? Значит, оформляется доля, доля оформляется членством компании, так называемой, то есть вы получаете сертификат и подтверждение того, что вы являетесь совладельцем определенной компании, на которую зарегистрирована определенная недвижимость. Если вы получаете свою доходность, если мы говорим сейчас о доходности, потому что там есть доходность с арендой и доходность при перепродаже, это две разные вещи. Если вы получаете доход с аренды, то там компания никаких налогов не берет, это ваша обязанность, как налоговый резидент от той или иной страны, вот Лариса, если я правильно помню, в Риге, в Латвии находятся, соответственно, как бы латвийские законы для нее действительно, если, например, Филипп Березин получает доход, то он, по идее, должен сообщать об этом налоговому ведомству Российской Федерации. Я, соответственно, в Финляне... Мне понравилось больше, чем Лариса. Лариса, извините, давайте пусть Филипп Березин получает доход. Да, вот, и таким образом, с этого вы налоги платите согласно своим законам, законам той страны, налоговым резидентом, кой вы являетесь. Но если речь идет о обратном выкупе, точнее, об обязательстве перепродажи, как оно там сказано, и оно вступает в силу через оплёное количество лет, то там... У меня еще не было этой практики, но, насколько мне сказали, порядка 7% от того, что вы получите, вы должны быть отдать налогами в Великобританию. По-моему, если вы купили там за 100 тысяч и перепродали за 130 тысяч, то с 30 тысяч 2100 вы отдадите, а 27900 вы получите на руки. Если вы перепродаете ранее самостоятельно, и вы это тоже имеете право, это ваша доля, соответственно, вы платите налоги, которые вы должны заплатить, если у вас некая прибыль возникает. Вот цифра в 5-8%, о которой ты заявляешь. Ну, ты заявляешь, или проект заявляет. Это за вычетом каких затрат? Это грязный налог, грязный доход без местного налога. То есть это то, что вам выплачивается, как инвестору, на тот счет, который вы указали, и далее вы уже с этого дохода платите налог в той стране, где вы его должны платить. Такой еще вопрос. Хорошо, 5-8%. Означает ли это, что, допустим, я выкупил целую долю, и выкупил не просто не долю, а выкупил просто какой-то апартамент, какой-то юнит целиком, то эти ребята гарантируют примерно такую доходность, ну, или предлагают, по крайней мере, заявляют такую доходность для целых юнитов, потому что цифра в 5-8%, она очень серьезная для Западной Европы. Почему? Ну, как почему? Ну, потому как бы 5-8% это много. Ну, понятно, что для инвестиций в недвижимость, это цифры, которые там, ну, вот, скажем, ну, 5, я еще могу сказать, 5, вот, по моему ощущению, 5 это хороший среднестатистический проект, а 8% это уже, ну, так, ну, не чудеса, но это уже близко к максимальной границе. Вовсе нет. Ты, наверное, в голове держишь арену жилой недвижимости, и от этих цифр ты отталкиваешься. То есть ты предполагаешь, что, если ты знаешь, что там в Германии, там в Финляндии, это будет там 2-3%, там где-то там в Испании, может быть, 4-5%, где-нибудь в странах с быстро растущей арендой, может быть, там и 5-6%, но мы всегда, видимо, сейчас с тобой говорим, или, вернее, ты имеешь в виду, говоря, вот высказывая точку зрения, что речь идет, видимо, об аренде долгосрочной жилой недвижимости. Ты не рассматриваешь коммерческую, ты не рассматриваешь гостиничную, по-моему, это совершенно иные цифры. Правильно же? Ну, скажем так, так, я и по гостиничной, ну, по коммерческе я видел больше, но это история, которую редко заявляют заранее, то есть, как бы на выходе, да, иногда бывают там сюрпризы, особенно с ущербом хорошей ликвидности объекта, но по большому счету цифра 5-8, то есть, ну, еще раз, эти ребята заявляют такую цифру, что вот если ты купишь ее не целиком, ты получишь примерно 100%, все равно же арендная история на выходе получается, разве нет? Да, ну, смотри, мы с тобой прекрасно понимаем, что доходность, если сравнить доходность долгосрочную и краткосрочную, при нормальной дополняемости, но дополняемости уровня там 80%, мы получим при долгосрочной гораздо менее привлекательной цифры, чем при краткосрочной. Это очевидно, правильно? Если мы пойдем дальше и возьмем, сравним жилую квартиру в Санкт-Петербурге, которую можно сдать за энное количество рублей, и, например, гостиничный номер, если мы смогли бы рассчитать стоимость этого конкретного номера и то, за сколько она сдается, и при случае, если управляющая компания этим отелем плотно работает над заселением, и, соответственно, заселение это там хорошее, прочее, прочее, очевидно, будут совершенно другие цифры. Это тоже понятно вроде, да? Вот, поэтому, если... Вообще-то здорово, что 5,8 уже вызывает ощущение, что это круто, потому что еще год назад, два года назад, сколько людей говорили, что что 10%? Да это вообще копейки, я даже связываться не буду. Очень здорово, что мы немножко опускаемся на землю и начинаем понимать, что доходность в 3 или 5% евро это уже неплохо. Вот что это здорово. Пошли, 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 повалили вопросы, задаем из Греции, похоже, запрос. Наталья, привет. Должен ли, интересно открывать налоговый номер, почему-то напишут в Германии, банковский счет? Мы сейчас говорим про проект в Франции, наверное, во Франции. Нет, не должен. Ни там, ни там, не должен. В случае Германии, мы о ней позже скажем, там есть одно требование, связанное со счетом, да, но во Франции он не обязан открывать счет. Меня получают доходность на... Кстати, в Грецию получают, если вот наша собеседница из Греции, то вот как раз в Грецию получают доход и в Россию получают, и в Казахстане получают. А деньги ты куда переводишь? Вот эту сумму, когда ты оплачиваешь, ты просто переводишь, ну вот в эту компанию, которая является главным... Когда ты покупаешь первую? Ну, во-первых, изначально, прежде чем что-нибудь переводить, какие-то деньги, там куча контрактов, которые мы вычитываем, мы проходим, задаем вопросы, отвечаем мне и прочее, прочее, прочее. И если и когда все понятно и контракты с обеих сторон подписаны, то, соответственно, компании-застройщику, инвестор переводит эти деньги. После перевода он получает, там есть такой кэшбэк, который платит в силу того, что проект перенесен на год из-за пандемии, соответственно, он получает некий бонус, и потом со следующего года он начинает ежеквартально получать свой доход. А переводит он, конечно, компании-застройщику, то и компания, которая владеет этим проектом. Никаких иных вариантов-то и нет. Нужно ли присутствие юридического представителя при оформлении сделки и сколько юридических представителей возьмем за свои услуги? Я никогда не пользовался и никто из моих клиентов не пользовался таковыми. Если кому-то нужен юрист, то это его личное решение. Все контракты, драфты существуют, естественно, на руках. Я могу их заранее предоставить, если они требуют изучения юристом-покупателя. И, соответственно, он, этот юрист, уже будет давать свое заключение покупателю, нравится они ему или не нравится. Правда, надо сказать, что юристы любят слово «нет». Для того, чтобы оценить, скажем так, легальность или законность, или риски того или иного контракта, допустим, если мы говорим о покупке доли в британской компании, юрист должен быть специалистом в этой сфере. И такого рода специалисты стоят денег. Если знакомый юрист по доброте душевной решил просмотреть контракт и высказать свою точку зрения, то, скорее всего, греха подальше скажут, не-не-не, не ввязывайся. Потому что изучение даже нескольких контрактов, которые в данном случае существуют, они требуют на несколько часов его времени. Если он берет несколько сот евро за час, то либо ему это платите, и тогда он даст свою реальную оценку, либо он будет делать это для того, кто ему деньги будет платить. Все услуги, в данном случае, как правило, не о чем. В этих контрактах есть какие-то скользкие места? Вот те контракты, ты же их сам не встречал. Нет, но это контракт, который прописан в Раваево. Это обычный контракт. Там два базовых контракта, кроме микродобавок. Один из них – это покупка членства в компании или доли в компании. Второй – это доктор об управлении. Они идут вместе. По одному вы покупаете, по-второму вы отдаете в управление для того, чтобы доходность шла. И тот другой контракт достаточно обширный, там множество всяких вещей, связанных с правами и обязанностями обеих сторон. Для кого-то этого достаточно. Я делаю перевод, у меня есть перевод, я его отправляю, он говорит, все хорошо, подписываем, пошли, движемся вперед. Для кого-то – нет, я должен посоветоваться с юристом. Пожалуйста, не вопрос. Я не говорю, что там какие-то спрятанные хитрости, но просто кому-то хочется показать эти контракты юристов. Я просто говорил по своему опыту, что юрист, который разбирается в этой тематике, а именно к такому и имеет смысл обращаться. Это, как правило, дорогие достаточно специалисты, и если вы готовы ему за это платить, то, конечно, и вам важно, чтобы он дал свое движение, конечно, это делайте. То есть тут никаких проблем нет. Все контракты нужно получить заранее, их изучить заранее, прежде чем он какое-то решение принимает. Не вопрос вообще. Какие риски могут возникнуть у меня, если другой совладелец компании с каким-то образом нарушил законодательство или его преследует государство в плане возврата налогов, либо кредиторы по другим его обязательствам? То есть если вместе с тобой вот в эту историю вписался кто-то нехороший? Ну, это риск его доли, его акции являются под ударом, если у него будет некая там компенсация, и эти какие-то органы будут искать его по свету, чем он владеет, чтобы у него это все, так сказать, забрать в счет долгов. Никто не может покушаться на вашу собственность. Ваша акция – это ваша собственность. Как если ваш сосед, я не знаю, там хулиганит, никто вас с вашей квартиры не выгонит, потому что он по соседству что-то творит. Разумеется, нет. Вопрос еще. Если нужен юрист при оформлении сделки, ну, юрист, я понял, не нужен, но если нужен юрист, тогда нужна нотариальная доверенность, дающая ему право оформление это сделать. Каков прайс в данном случае? Нет, зачем? Если вы, как я уже сказал, для оформления сделки выводится. Юрист вам может понадобиться, если вы того хотите, для того, чтобы он вычитал контракт. Соответственно, вы этому юристу эти контракты пересылаете, какой я предоставляю по первому запросу, и, соответственно, ему платите за его работу, и дальше уже это ваша песня, ваша история, что вы хотите делать с этими контрактами, с этим юристом. Для оформления сделки юрист, его присутствие, там, участие в самой сделке не нужно. Это подписание контракта между двумя сторонами. Сторона, которая продает проект, и сторона, которая его покупает. И второй контракт между покупателем, то есть новым владельцем, и управляющей компанией, которой этот новый владелец передает свою долю в управление, для того, чтобы эта компания, управляющая, платила ему определенные, оговоренные в этом контракте доходные. Как физически происходит оформление сделки? Заинтересовался покупатель, вроде его там, ты вызвал ему договора, когда что происходит? Очень просто. Значит, первым делом это решение. Все начинает всегда с решения. Да, все, хочу, мне понятно, задавал миллион вопросов, я ответил, если человеку все устраивает, значит, ответственно, решение. Вот у меня есть такая-то сумма, я могу купить такую-то фракцию, потому что они разного размера, а самые дешевые 17 230, следующие 26 тысяч, эти еще больше, и так далее, и так далее. Можно купить две фракции, можно одну купить, можно 8 фракций, у кого какие деньги, возможности желать. Окей, первое решение. Дальше мы выбираем фракции. Я тут даю какие-то рекомендации, поскольку у меня есть уже по опыту, скажем так, мнение, в каких домах лучше эти квартиры покупать, или фракции в каких квартирах покупать. Далее заполняется форма бронирования, и оплачивается депозит в 500 евро за фракцию. Если две фракции, это 1000 евро, это 4 фракции, 2000 евро и так далее. Этот депозит является возвратным депозитом, что редкость, он является возвратным в случае, если в течение 14 дней, потому что это закон, защищающий, скажем так, потребителя, если в течение двух недель вы передумали, вы говорите, все, не хочу, там специальная форма вам сразу дается, где вы можете написать, что я отказываюсь, соответственно, вы ее посылаете, получаете свои 500 или 1000, или сколько вы заплатили евро обратно. Ну, могут быть потери на банковских переводах, тут уж, извините, там 10-20 евро можно потерять. Если за эти две недели вы не передумали, вы говорите, или вы можете сразу сказать, что я не собираюсь отзывать, давайте двигаться дальше, то вам присылаются уже заполненные контракты. После того, как компания получила эти 500 евро или сколько вы заплатили за количество фракции, и подтвердила вам квитанцию, что деньги пришли. Далее вы заполняете, вы получаете контракты, вы их вычитываете, если вам все понятно, вы их подписываете, вы их пересылаете, скан пересылается обратно в Великобританию, там он подписывается директором с той стороны, вы получаете скан и invoice, и с этим вы идете в банк и проплачиваете эту сумму. В течение, после того, как деньги получены, там я уже говорил про кэшбэк, вы получаете прямо через неделю после того, как деньги оплачены, и в течение примерно двух-трех недель, зависит от почты, вы получаете себе на тот почтоводор, что вы указали, оригинал контракта и сертификат членов компании. Вот эти два документа вы получаете, и вы их храните, они у вас на руках два оригинала. Вот. Далее доходность начинает выплачиваться через год после покупки. Первый год вы получаете кэшбэк, попросту говоря, например, вы 1 октября сделали контракт, вы получили на год кэшбэк, и с 1 октября, с 2 октября 2021 года вы начинаете получать доходность, с той, которая прописана у вас в контракте. Сейчас она 5,8, она 6,8. 5,8. 6, да, 5, это был первый кэшбэк, но с 1 октября он станет меньше, остались 3. Продажи идут хорошо, компания ухудшает новые условия для тех, кто еще не подписался. Ну, в общем, что тоже логично, это неоднократно сначала. С 1 октября условия несколько будут хуже, но не принципиально. Еще вопросы идут, господа, я задаю их, если вдруг, поскольку вопросов много, мог какой-то упустить, если там в течение 10-15 минут свой вопрос важный для вас не услышали, не поленитесь еще разочек написать в чате. В случае смерти владельца, кто наследует долю, если это какие-то наследники, то платится ли налог или какие-то дополнительные затраты в этом случае есть? Наследование акций в данном случае является таким же процессом наследования, как все, что угодно. Недвижимость или счет в банке и так далее, и так далее. Либо он, либо вы вступаете в права наследования, если, например, вы являетесь наследником, по закону той страны, где, к которому вы относитесь и, скажем, тот, у кого вы наследуете, либо, если есть завещание, соответственно, завещание может быть прописано, что вот конкретно вот эта доля будет, так сказать, вот такому-то человеку передана, а вот эта доля такому-то человеку. То есть, если нет завещания, это идет просто по общему закону. Также, что касается и налогов, они также определяются законом той страны, к которой вы относитесь. Имеет ли право владелец или сам проживать в этих апартаментах или определенное количество каких-то дней в год? Имеет. Вот с 1 октября это одно из изменений, которое затронет эту схему. Если раньше было 4 недели, сейчас будет только 2 недели, он может там прожить. И он может брать еще неделю, но он будет терять на доходности. То есть, попросту говоря, каждая неделя, которую он возьмет, он будет терять 0,5%. Например, если он хочет взять 2 недели, он будет терять уже не 6, а 5% доходности. И так далее. То есть, за счет своей доходности можно увеличивать количество времени проживания в этих апартаментах. где регистрируются доли в регистре недвижимости и чем гарантируются проценты прибыли? Компании, национально британские, зарегистрированы, и в Британии уже регистрируются и доли. То есть, все совладеции, они, естественно, там зарегистрированы. Чем гарантировано? Гарантировано контрактом и гарантировано, скажем так, бизнес-концепцией. Вообще, слово гарантии это такая штука, которую, наверное, следует раскрыть или, не знаю, в рамках летового эфира или каких-либо последующих, потому что это вот такая, знаете, то, что мы заберем на испуг. А какие гарантии? И вот ты должен при этом задрожать, и все должно копаться по карманам, вытягивать какие-то бумажки или чьи-то там подписи. Естественно, никто никаких гарантий вам не дает, кроме как конкретно вот этот контракт и та компания, которая с вами этот контракт заключила и которая эти гарантии на себя взяла. Вот. Гарантий не существует. Вот. Они могут быть прописаны в контракте, но они действуют лишь в том случае, если компания, которая на себя взяла эти гарантии, в состоянии, скажем так, соблюдать условия контракта и эти гарантии вам выплачивать, эти деньги вам выплачивать. Поэтому, если, скажем так, мы говорим про слово гарантии, мы должны понимать, что под гарантией поднимается некий контракт между двумя юридическими, там, между юридическим лицом, допустим, и частным лицом, то есть вами. Вот это и есть гарантия. Никто не дает свою недвижимость личную в залог с этих гарантий. Никакое государство или страховые компании подобные гарантии не дают и не обеспечат. Вот. Поэтому это нужно понимать и с рисками тоже нужно. Это как побочный эффект, если вы принимаете лекарства, если вам нужны инвестиции, вам нужно сохранить ваши деньги, нужно понимать, что есть риски. И они должны быть в некой разумной пропорции к тому, что вы тратите, во что вы подписываетесь. Ну, такая история. Как давно работают вот эти ребята и вот из тех интересантов, с которыми ты уже работал, кто-то уже что-то получал, вот, с этого проекта конкретного? Конечно, конечно, они все получили свой кэшбэк уже. Первый у меня клиент был в ноябре прошлого года, вот, и она была из Казахстана, и там почему-то никак, вот, банковский счет, в котором у нее был открыт, банк, где он был открыт, счет, никак не мог, они никак не могли отправить в кэшбэк, я помню, потому что там была история, трижды отправили, в результате она дала счет своей дочери в Челябинске, они привели деньги туда. Потом были зимой сделки, а этим летом был целый ряд, вот сейчас, например, мы оформляем, человек покупал одну фракцию, вторую фракцию, третью, пятую, и потом решил, а, куплю-ка я все 13. Мы сейчас оформляем полностью апартаменты на него. Несколько вопросов кассетинной переси, если вот интересанты что-то платят лично тебе, ты здесь на чем зарабатываешь, как застрахована твоя деятельность, если она каким-то образом застрахована, и, ну, твой интерес в этом проекте вообще какой? Значит, как я уже упоминал выше, я достаточно много проектов изучаю, и если я выбираю какой-то проект, и проект мне лично нравится, то я сам готов инвестировать. Если проект мне нравится, как правило, у любой компании, будут ли это застройщики, финансовые компании, существуют некие программы лояльности, попросту говоря, комиссии, которые они платят тому, кто этот проект пиарит. Я не исключение, я выбрал эти проекты не потому, что там какая-то зверская комиссия, она гораздо ниже той, которую я зарабатывал в той же Турции, когда работал. Но мне проект эти нравятся, и моя работа для инвестора не обходится на какие-то дополнительные расходы. Мне платит компания, если я этот продукт, скажем так, правильно донес и довел человека, скажем так, отвечая на все его вопросы, безопасно в ту точку, к которой он, собственно, стремился. То есть инвестиция для получения дохода. Вот поэтому у меня такие могут... Я не знаю, как может деятельность быть сострахована, честно говоря. Я не совсем понимаю. как относится к покупателям из России в данном проекте, или по большому счету они даже не знают, откуда покупатели, и просто ли открыть счет, вот скажем, я получил долю некую, приобрел ее, это дает мне какие-то, ну, льготы, может быть, я могу открыть счет чуть проще за границей, сейчас это сделается в Сиане, но не так легко. В Финляндии есть анекдот, можно я немножко, так сказать, разбавлю серьезность? Ну, давай, разбавь. Который мне рассказал ребенок, когда он шел из... Он не смешной, на самом деле, но суть его в том, что стоит слон, и перед ним стоят три человека. Француз, британец и финн. И француз говорит там, ой, смотри, какой у него там длинный хобот, допустим. А американец, льнячный, ой, смотри, какой он сильный, мощный. А финцы, они думают, интересно, что он обо мне думает. Про финнов в анекдотах говорят, что они очень сильно озабочены тем, что о них думают. Я когда пришел вопрос к Ларисе, я тоже вспомнил этот анекдот. Как относится к покупателям из России? Это нет проблемы, если вы сами ее не ищите. Что значит покупатель из России? Относится к человеку. Из России, он не из России, какая разница, откуда он? Вообще не имеет никакого значения. Если человек ведет себя адекватно, задает вопросы, он производит определенные впечатления. И это впечатление, повторюсь, хорошее, мы работаем и так далее. Я не вижу здесь, то есть никто говорит, здравствуй, я из России, вот мой паспорт, и тебе срочно начинаешь выискивать, как же ко мне будут относиться. Нормально относится, прекрасно относится. Просто ли открыть счет на заводе? Нет, счет вы не откроете на основании покупки доли. Напоминаю, что вы покупаете доли в британской компании, а не во французской. Открыть счет во Франции вы на основании этого не сможете. Но для этого существует целый ряд возможностей, такие, как, например, TransferWise. Многие открывают счет там, это онлайн банк, и очень просто и карточку получить, а расходов там практически никаких. И дистанционно открывается счет, не нужно ехать никуда. Революция не открывает в гражданном России, хотя я бы рекомендовал Революция, мне он больше нравится. Но TransferWise работает легко совершенно. Есть и иные, менее известные, но этот упомянутый вполне работает. Если нужно открыть счет в Европе, на него получать деньги или там на него перевести деньги, чтобы с него потом куда-то проплачивать, вот я рекомендую TransferWise работать хорошо. Удий, Михаил, я увидел ваши вопросы, я их записал до конца с нашим вебинаром, безусловно, постараемся еще на них ответить. Я просто предлагаю немножечко перейти дальше. Давай. Следующим, о котором мы говорили, который ты презентуешь по логетам, которого являешься. Если я правильно понимаю, речь сейчас идет о проекте немецком. Вот, немецком. Да, это тоже. В словах, что это такое. Это пример, который мне понравился, и куда я сам инвестирую. Он не единственный, не уникальный в своей роли, хотя в нем есть своя особенность, которая мне лично нравится. Но суть здесь очень проста. Если компания занимается редевелопментом, она покупает старые убитые здания, или здания, которые под именным причином срочно продаются по дешевой цене и приводят их в порядок и перепродают. Покупает оптом, перепродает, скажем, в розницу, что называется. То есть покупает целое здание, где там, допустим, 50 или 100 квартир, и продает по квартирам, приведя его в полный человеческий вид и в современное состояние. В таком роде бизнесе имеется значение два момента. Первый – это скорость. То есть скорость покупки, потому что хорошие предложения, они, собственно говоря, интересуют всех, не только одну или две компании. И второе очень важное правило, которое очень часто забывают покупатели недвижимости, то, что деньги делаются на покупке. Деньги делаются на покупке, а не на продаже. Потому что продажа или, скажем так, выгода при продаже – это лишь прогноз. Мы никто не можем заглянуть в будущее и знать, что там будет, как цены будут расти. Но если есть рыночная цена и по той или иной причине такие ситуации бывают, компания продает или владелец продает эту недвижимость дешевле рынка, существенно дешевле рынка, им нужны быстрые деньги по хорошим или по плохим причинам. Это не обязательно какая-то беда. Это могут быть и причины, когда он хочет срочно инвестировать в что-то, что он полюбил больше, где у него больше возможностей. Я был свидетелем такой сделки здесь в Финляндии, когда мы купили очень дешевое коммерческое помещение, в случае человека организовывался стартап по медицине. Ему нужно было срочно деньги. Он был готов торговаться до невозможности, и мы его сторговали, и сделка сделана и так далее. Поэтому в случае вот этой немецкой компании она занимается именно скупкой старого жилья, старых зданий убитых и их реновацией и перепродажей. Ну, кто занимается Германией, знаю, что рынок там жилой недвижимости прекрасен, растущий и, дай бог, еще долго будет развиваться. Все-таки страна большая, крупнейшая экономика Европы и так далее, и так далее. Еще один важный момент с этой компанией связан, и почему она мне полюбилась, потому что она, как правило, покупает здания, имеющие архитектурную ценность. В Германии есть налоговые вычеты и льготы для тех, кто покупает квартиры в зданиях, которые имеют архитектурную ценность и несут статус памятник архитектуры. Ну, это как бы долгая тема, а все равно, что это такая специфика компании. Ну, так вот, как и любая компания, она может брать деньги свои, из своего кармана, может брать деньги из банка в залог той недвижимости, которую она приобретает, и может покупать, скажем так, инвесторов, то есть брать деньги от инвесторов в обмен на определенные обязательства своей стороны. Зачем им эти инвесторы нужны? Инвесторы нужны по реальной причине. Во-первых, потому что банк никогда и нигде не покрывает все расходы. Ну, так сказать, это тоже типичный вопрос, сколько говорят, вот, что же они не берут в Германии по одному проценту ипотеку, почему-то ее называют ипотекой, хотя там тоже речь не идет об ипотеке, это финансирование бизнеса, это совсем другие ставки. Вот. А во-вторых, значит, вот, как бы, там же Германия, там все дешево, почему они не берут такие, а платят там 6-8% инвесторов? Где здесь логика бизнеса? Ну, я уже отвечаю, пойдите, пожалуйста, в банк, купите старую квартиру сначала, там, я не знаю, там за 5 миллионов рублей или за сколько-то там, убитую, и скажите, идите в банк и скажите, ребят, дайте мне 8 миллионов, потому что мне нужно ее, во-первых, привести в порядок, нужен проект заказать, я хочу, чтобы было конфета, нужно взять проект у хорошего архитектурного бюро, дизайнеры, мне нужно все это сделать, нужно, так сказать, провести много работ, которые эти деньги съедят. Я потом ее перепродам за 10 и заработаю вам эти 8 отдам. Что скажет российский банк? Он тебя посылает. Это российский. Российский посылает их с гораздо более льготными условиями. То же самое для банка, это банки нигде не отличаются, другая, вся та же самая история, никакой банк не будет давать вам деньги вперед, он будет давать вам всегда меньше того, что вам нужно, и только в случае того, никакой банк в классическом своем существовании не заинтересован в том, чтобы потом бегать, продавать вашу недвижимость, потому что вы не справились с кредитом. Поэтому будет давать такую мизерную цену, которая позволит ему быстро избавиться от этой недвижимости, в случае, если вы не сможете свой кредит обеспечить. Поэтому банковских денег недостаточно, они используются, но их недостаточно. Для этого предлагаются деньги, скажем так, инвесторам предлагается доходность, которая их может заинтересовать. и 2-3 процента их не интересует. Поэтому 6-8. Кстати, когда компания начинала, именно инвестиционные ее составляющие, сама компания реновационная существует с 1908 года. Это ох, 112 лет. Но вот сама инвестиционная составляющая существует 8 лет. Так вот, когда компания начинала, она платила 12 процентов, потому что она была готова все, что угодно, дать инвестор, чтобы они внесли деньги, чтобы эти деньги, соответственно, работали на их проект. Сейчас компания еще в начале года предлагала максимум 10 процентов, сейчас максимум 8 процентов. Вот пройдет, будет еще меньше. Компания растет, обрастает своим капиталом и, естественно, в первую очередь использует его. Вот. Пошли дальше. Значит, если мы перейдем вот на эту схему, я объясню, примерно, как работает. Вот, допустим, вы взяли 100 евро и вы захотели их инвестировать. Вы можете их инвестировать через накопительные программы, то есть, вкладывая ежемесячно какие-то деньги. Кому это нужно? Ну, например, если вы хотите получать доход и деньги вам сейчас не принципиальны, вам не нужны сию секунду эти деньги. Кстати, вот сегодня, за час до нашего эфира я списывался с человеком, который сказал, что у меня есть 3-4 тысячи евро, я хочу их вложить. Давайте посчитаем. Вот вы вложите, например, 4 тысячи евро под 6 процентов доходности. Это 240 евро в год. Это 20 евро в месяц. Вот вам 20 евро в месяц что-то дадут? Он говорит, нет, мне на что-то не повлияют. Давайте тогда вложим их на большой срок и будем вкладывать по чуть-чуть ежемесячно на длинный срок. И он в результате взял накопительную программу на 15 лет. Потому что, судя по фотографии, ему, допустим, лет 30, и он сейчас, в данный момент, скажем так, 100 или 200 евро в месяц его не спасут. Он решил поставить на будущее. Это тоже как бы логика, и мне она понятно, понятно, что я тоже самое делаю, хотя я гораздо старше, чем был. Ну так вот, человек вкладывает деньги в инвестиционную компанию. Эта инвестиционная компания использует эти деньги и деньги свои в том числе для того, чтобы приобретать объекты недвижимости, которые она впоследствии перепродавая заработает. На каждый проект, а у компании сейчас 26 проектов. Я здесь делал 5, поскольку просто на небесе все не поместились. 26 проектов. Для каждого проекта создается юрлицо. Отдельная проектная компания. Эта проектная компания бьет у головной компании деньги в долг. Наши 100 евро, если мы посмотрим нашу схему, то вот наши 100 евро перешли в эту инвестиционную компанию, а из нее они разбежались по среди прочих денег моих угодно по этим проектным компаниям. На каждую компанию, на каждый проект есть проектная компания. На каждое здание есть проектная компания. Если с одним проектом что-то пойдет не так по каким-то причинам, страдает исключительно одна компания, а не вся цепочка в целом. Когда эта компания зарегистрирована и получает ссуду от головной компании на покупку недвижимости, право естественно на эту недвижимость у проектной компании записано в земельных книгах, то есть она является владельцем этого проекта. Так вот, в этой земельной книге записывается то, что эта проектная компания должна денег главной компании, какая сумма и на каких условиях это ссудо было выдано. Таким образом, если придется продавать этот самый объект срочно по тем или иным причинам, деньги в первую очередь пойдут наверх в ту самую инвестиционную компанию, куда наши 100 евро и зашли. Попросту говоря, представьте себе, что у вас есть, я не знаю, миллион евро. Вы можете вбухать это все в один проект и зависит от того, будет ваш доход, как проект сработает. Либо вы вложите в 10 разных или в 20 разных проектов, таким образом вам проще будет диверсифицировать риски, уменьшить эти риски, поскольку ваши деньги работают в очень множестве маленьких киосков, образно говоря. Можно, проводя аналогию, открыть шикарный ресторан, хвастаться друзьям, что у меня шикарный ресторан, или открыть 20 кебабниц. Так вот, 20 кебабниц могут вам приносить гораздо больше денег, чем в один шикарный ресторан. Хотя, может быть, это и не то, чем стоит хвалиться. Вот, вот примерно такая схема. То есть, деньги заходят в инвестиционную компанию, потом в проектные компании, проектные компании покупают недвижимость, недвижимость реновируется, продается, заработок идет обратно в компанию, главная компания рассчитывается с каждым инвестором. Сколько вот такой компании и вот этих малых инвесторов, тех, кто работает по этой накопительной схеме? Ну, хотя порядок, потому что ты называешь это монетное дело, и про это в сотни миллиона. Речь идет о, по-моему, 700-800 человек, или к организации. Примерно такие цифры. Я сейчас, честно говоря, не вспомню, потому что у меня была где-то цифра количества контрактов заключенных. Я сейчас могу пальцем в небо, честно говоря, и я не помню точно. По-моему, вот такая цифра. Дело в том, что основной рынок притока денег это не Россия, и не там, не Павловск, и не Северная Европа. Это Швейцария, Франция и Германия. Это те рынки, откуда в основном инвесторы приходят. Их не особо интересуют накопительные программы. Накопительные программы, скажем так, больше для тех, у кого нет капитала. Вот я, например, взял накопительных несколько программ, потому что понимаю, что те выщипывания из моего бюджета ежемесячного, которые происходят, они никак в тому жизни не повлияли. И самый мой большой риск это то, что я потеряю вот эти деньги, которые я все равно не чувствую. Но на выходе у меня, если мы откроем следующую таблицу с тобой, будет некий результат. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Итак, вот она таблица. Таблица, конечно, сумма выплаты. Мы говорим о накопительных программах. То есть накопительные программы это когда я заключаю с этими ребятами какой-то договор, и по этому договору я ежемесячно, ну, там, с какого-то моего счета, наверное, списывается сумма вот примерно такая. Там есть множество сплостов. Ты можешь хоть сразу ее все оплатить за все 5 или 10 или 15 лет вперед. Ты можешь платить раз в год, можешь платить раз в полгода. Но я плачу ежемесячно, потому что здесь, внутри Европы, перевод очень маленький. Если перевод из России, то мои клиенты переводят либо за несколько месяцев разом, либо пользуются PaySend, либо пользуются иными, как бы, дешевыми схемами перевода денег. С самим переводом проблем никогда нет. Еще разочек. Вот если я плачу, мне очень нравится цифра 50, потому что она самая маленькая. Значит, и по лет мне тоже нравится. Значит, 5 лет по 50, это значит, в год я вкладываю 600 евро. Да. За 5 лет я должен, я вложил 3000 евро. А сумма 3356 это то, что эти ребята гарантируют, что они мне выплатят. Да. Ну, слово гарантии, я еще раз хочу вернуться к предыдущей, может быть, скользь теме. Слово гарантии нужно, чтобы я всегда условно. Любой бизнес может накрыться и ваши гарантии тоже мало того будет что-то стоить. Нужно как бы это понимать, к сожалению. Я считаю, что когда компания сует недвижимость в Германии и диверсифицирует свои инвестиции, то здесь и разумно это делает на протяжении 112 лет. Я считаю, что здесь риски минимальны. По крайней мере, если у меня был бы миллион, наверное, я бы подумал, вкладывать бы или не вкладывать, я бы, так сказать, больше боялся. Но на уровне 50-100 евро весь мой риск это вот эти деньги. Вот я исхожу из этого. На мой взгляд, на мой взгляд, после того, что я изучил, был на месте и трогал все эти проекты, и бумаги смотрел, и говорил, и так далее, и так далее, я считаю, что это бизнес правильный, и мне он нравится. Поэтому я его предлагаю, поэтому с ним работаю, поэтому я сам туда вместил. Все-таки я одного тогда не понял. Вот сумма 3356, она получается каким образом? Это вот я должен сразу внести 3, или вот эту сумму я получу, вкладывая по 50 каждый месяц все-таки? Или вот сразу? Нет, значит, смотри, если ты вкладываешь на 5 лет, то там доходы достаточно маленькие, 4%. Ну, 4% это то, что, по крайней мере, он перекрывает евро и инфляцию, даже немножко остается. Соответственно, есть формула, которая считает твою сумму и, соответственно, начисляемый на нее процент. Это самые 4% годовых. Каждый год ты получаешь справку о том, что вот такое-то количество, там, те процентов на твои 600 евро, естественно, не разом внесенные, а 50-50-50-50, хотя ты можешь нести разом, и тогда твоя доходность будет выше. Цифра, которую мы видели в этой таблице, исходит только из того, что ты плачешь ежемесячно. Ты можешь заплатить сейчас 600, и тогда цифра будет не 3-3-5-6, а гораздо выше. Ну, если ты плачешь по 50 евро в месяц, то за год ты там накопил какие-то маленькие-маленькие еврики, с которых компания по закону снимает налог, налог на прибыль. Налог в Германии большой, 25% на такого рода доход. Справка выплатит налога вам будет. Да, в России это 13%, к сожалению, 12% в разницу вам никто не вернет. Но, с другой стороны, у вас и налогу никогда больше не поймут, как бы никаких претензий к вам высказать не можно, поскольку у вас есть закон о отсутствии двойного налогообложения между Германией и Россией, и, соответственно, справка об уплате налога там. Ну, то есть, вот эта вот цифра 3456 получается уже после уплаты налога в Германию. Да, это вот после того, как все вышли. И зачастую мы говорим с клиентами, они говорят, ой, там 3300 – это совсем же ни о чем. Все это небольшая цифра, она как бы нас не сделает навечно счастливыми. Но давайте сравнивать с нашими затратами. То есть, мы откладываем 5 лет, что для, как бы, скажем так, большого бизнеса небольшой уж срок 50 евро. Что такое 50 евро? Это чуть больше 10 евро в неделю. Или там 900 рублей в неделю. Вот то, что мы откладываем. Если это все, что мы готовы сделать для своего будущего, ну и результат будет такой. С другой стороны, вот идешь ты, Филипп, там по улице, и вдруг раз – конверт, а в нем 3300 евро. Ну, ты не скажешь, что это ерунда, это вообще не деньги, пну его ботинком, пойду дальше. Разумеется, это деньги. То есть, все же вопрос в соотношении, понимаешь? Я вкладываю чуть больше, и на больший срок у меня есть сумма совершенно другая. Каковы здесь, опять же, в данном случае мои договоренности? Какой, что, собственником чего я в данном случае являюсь? Компания упускает облигации. Компания проходит эмиссию и имеет право пускать облигации. Вот эти облигации вы получаете. Я могу, даже на секунду, показать свою, или поверишь мне на слово, что она у меня на руках, и она выглядит как облигация, и указывает, что я такой-то получил облигацию, на какую-то сумму, и столько-то подойти. Я у тебя запрошу ее чуть позже. Коллеги, если кто-то захочет, вот контакты Эрика есть, напишите ему, пришлите мне там скан облигаций. Эрик, я думаю, ты не откажешь, присылайте скан такой облигаций. Да, конечно. Вопрос я вижу. Дайте, пожалуйста, конкретные цифры по накопительной программе 100 в месяц после выплаты налогов. Ну, если, Наталья, вы мне напишите на любых условиях, но вот вам, пожалуйста, вкратце. При 100 евро за 10 лет вы получаете 15,5 тысяч. И это, опять-таки, уточняю. При случае, если вы платите только по 100 евро в месяц, если вы сразу закрываете год и платите 1200 за год, потом год как бы не платите, ваши деньги работают, естественно, приносят вам большую доходность. Вот. Какой опыт у тебя? Да. Какой опыт по работе с этой компанией на данном этапе у тебя есть? Как давно ты начал? И вот сколько? Год, полтора, полгода люди уже работают по этой схеме. Я там инвестировал в июле прошлого года. И потом я пошел... Там достаточно большая программа обучения и непростая, многократная, многоуровневая. Поскольку это финансовый инструмент, я был к нему совершенно не готов. Я работал всегда с кирпичом, с недвижимостью. Вот. Я учился, 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 учился. И первый мой клиент была моя хорошая приятельница, врач, живущая здесь, которая сказала, там, мне интересно, я тоже хочу. И она, по сути, сама настояла на том, чтобы сделать с ней первый контракт. И вот с этого началось все. Потом я опять учился. Я продолжаю учиться, я только за это лето трижды был на обучающих программах, вот в Лейпциге, в Риге, в Таллине. А почему ты обучался с ними? Почему они обучали? Поскольку речь идет о том, что институционные продукты все время меняются. Компания, например, создала новую структуру в Лихтенштейне, поскольку лихтенштейнское законодательство ближе к швейцарскому, и появился новый продукт. Дальше сейчас вот регистрируются новые, то есть все время у компании появляются новые какие-то предложения институционные, разного плана, с разной доходностью. И поскольку в части именно финансовых продуктов очень жесткое законодательство по отношению к тем, кто может рекомендовать, что может рекомендовать, какую ответственность он может взять на себя, и так далее, и так далее, то нас все время, по сути, зачастую об одном и том же постоянно повторяют, что никогда не говорите вот этих слов, потому что мы подставляемся, никогда не говорите этого, делайте вот так, всегда согласовывайте, потому что это финансовый продукт. И мне он любопытен, плюс я общаюсь с очень интересными людьми из разных стран, мне они все приятны, поэтому я всегда пользуюсь. Вот сейчас должны были в Будапешт лететь, но, к сожалению, вот накрылась Будапешт, закрыл границу. Ну, вот так. Сколько ты получаешь сам с этого? Сейчас я получаю 4 фракции. Сейчас у меня был очень хороший год, там, скажем так, поверьте, как я обучаюсь, поверьте, как у меня, скажем так, мой портфель результатов растет, моя комиссия несколько вырастает. Когда мы с тобой говорили в весной, я говорил, что у меня 2,4% комиссия, вот за это время, за счет того количества контрактов, которые я заключил, она подросла до 4. Сейчас я зарабатываю 4%. Просто говоря, если человек вкладывает 100 евро в месяц, то из них 4 евро, это мои. Подожди, так если я вкладываю, вот, по-моему, я вкладываю 100 евро в месяц, до компании доходит только 96? Нет, до компании доходят все эти 100 евро. Компания мне выплачивает на протяжении обкаленного периода времени, не всех 10 или 15 лет, а более короткого срока, но не сразу, мою долю комиссии. Ну, например, ты подписался на 100 евро на 10 лет. Это 1200 год или 12 тысяч, 12 тысяч евро за 10 лет. Я получу 4%, это будет 480 евро. Я заработаю за несколько лет на тебе, если ты такой контракт заключишь. Вот это моя, мой заработка. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя вообще занимает работа с инвентарем? Я почему говорю? Все равно были вопросы, очевидно, они и здесь есть. Вот насколько серьезно все это, да? То есть люди, зрители наши употребляют самые-самые разные термины. Кто-то верит в это безоговорочно, кто-то не верит вовсе. И тут здесь моя миссия не убеждать и не переубеждать, а просто вот ты представил это так, я задаю вопросы, дальше вообще разговариваю. Кто-то верит, кто-то нет. И здесь вот я свою позицию сразу хочу сказать, господа, в конце я ее озвучу, как я себе это вижу историю, но тем не менее, если есть какие-то сомнения, предлагаю лично пообщаться, если все равно, помимо сомнений, интерес все-таки сохраняется. Так вот, сколько времени у тебя занимает общение? Насколько, ну, все-таки к тебе обращается клиент, ты с ним там проводишь не кооперационную деятельность, не просто разъяснение. это же все равно экономика здесь как-то все должно биться. Цифры 480 евро, конечно, приятные, но все равно, это не бог весть что. Экономика бьется замечательно, потому что контрактов много. Именно поэтому моя комиссия и выросла. Плюс это лишь один из проектов. У меня есть еще тот же французский, плюс сейчас еще один новый запускается и так далее. Экономика бьется просто замечательно, год для меня рекордный по всем смыслах. Я, вот, я живу все время с вот этим, с этой штукой. Я очень много общаюсь, потому что это, наверное, отличие моей работы от классического продавца зарубежной недвижимости, потому что он, как правило, работает уже с человеком, которому эта конкретная страна или даже конкретный город уже мил, и они уже обсуждают конкретные какие-то детали, связанные с тем или иным проектом или вовсе даже с одним проектом. Я про деньги, и для меня мои ценности, это совершенно не то, что твои ценности, или ценности, человек, который мне звонит. Траты и механика одинаковые. Мы тратим деньги для того, что-то получить. Вот это вот что-то получить у всех разное. Если я скажу, что там, вот у меня маленький ребенок, и поэтому мне нужно копить, чтобы были деньги, когда он вырастет, для какого-то человека это вообще не аргумент. Это не его ценность. Поэтому я очень много общаюсь, очень много спрашиваю. И это мой кайф. Наверное, поэтому я не работаю с миллионерами, у меня очень много людей с маленькими бюджетами, потому что как-то, наверное, у них, с ними, вот сейчас обижу миллионеров, и все, развернутся и уйдут. С ними приятно общаться, вот с теми людьми, которые мне звонят. Со многими у нас дружеские отношения уже на протяжении там десятилетия. Есть у меня клиентка с 2010 года, мы до сих пор дружим. И так далее. Вопрос, что при накопительной программе платим 25% налог в Германии, это за каждый год или единоразово как происходит выработка налогов? Этот налог платится с дохода, который сгенерировался в течение года. Попросту говоря, вот вы, например, вложили 1000 евро, и вы вложили их на 6% годовых. 1000 евро и 6% создадут уже год 60 евро. Вот с этих 60 евро вы заплатите налог. Этот налог вы заплатите в конце года, а в январе вы получите об этом справку. Если мы говорим про накопительные программы и про вот эту севу конкретную. Ну и давай я тогда просто еще несколько вопросов задам. Мы уже будем сейчас закругляться, но просто вопросы, которые были в чате, к которым хотелось бы вернуться. Лицензия на право деятельности, вот такой, который ты сейчас занимаешься, у тебя имеется или вообще на сколько лицензируется то, что ты делаешь? Нет. Если бы я был финансовым консультантом, легальным, официальным, то, наверное, мне требовалось, наверное, наверняка в Финляндии требовалось бы лицензии. Но я таковым не являюсь, поэтому у меня нет лицензии на такую деятельность. Я, скажем так, мой официальный статус, наверное, правильно описать, как рекомендатор. То есть я рассказываю о том, что мне кажется правильным, то, куда я сам инвестирую, я рекомендую тельные проекты. Я никогда не говорю, что вот как светофор, здесь зеленый, здесь красный, сюда не иди, туда иди. каждый человек должен понимать, что всегда решение принимает он сам. Ответственность ни на кого переносить не получится. Если вы куда-то инвестируете, это ваше решение и ваша ответственность. В какую недвижимость и где имеет смысл инвестировать с целью получения дохода, если допустить, что 2020 год с его черными лебедями это новая нормальность и дальняя ситуация в мире и на рынках будет менее стабильна на протяжении довольно долгого времени. Это зависит от вас. Если вам спокойнее трогать то, что вы покупаете, покупайте через дорогу от своего дома, покупайте в своем городе или стройку, которую вы можете всегда посмотреть, прийти, изучить застройщика и так далее. Если вас устраивает, скажем, если вас не смущает рублевый фактор и вы видите надежный, хороший проект и вы считаете, что вы на нем заработаете так или иначе через последующую аренду или через переговоры, продажу после окончания, покупайте там, там, как вам комфортно делается. Если вам институт в России, если вы в России находитесь или в другой стране некомфортно по определенным причинам, вы хотите там выбрать за границу, ну, я бы сейчас не смотрел на курортные места, поскольку я не понимаю, когда туризм курортный, собственно, возникнет. Когда он вернется к нормальным цифрам, мне кажется, там 3-4 года пойдет, как мне кажется. и это при условии, что новых таких вот всплесков не будет и не появится там COVID-25, 38 или 47. Мы увидели, как легко, к сожалению, все ломается, и туристический бизнес пострадал в первую очередь. В любом индустриальном городе или столице страны есть жилой фонд, который всегда будет востребоваться на обычную долгосрочную аренду. Это может быть Мадрид, Хельсинки, Берлин или, я не знаю, там София. Везде можно найти какую-то недвижимость она вам по карману и сдавать в долгосрочку, так сказать, через компанию, которая действительно этим занимается. Можно в том направлении пойти. Либо диверсифицировать, как это делаю я, мне кажется, в этом есть своя логика тоже. Окей, дорогие друзья, ну и перед тем, как задать парочку уже таких финальных вопросов, я хочу пригласить всех, кто будет заинтересован, или может быть заинтересован на наши следующие вебинары. Ближайшая из них состоится 8 октября. Мы будем представлять очень интересный проект в Португалии и будем говорить о Португалии, в том числе и точки зрения получения золотой визы и в дальнейшем гражданства. Как раз пример, как это можно сделать и как при этом можно заработать какие-то деньги, то есть и инвестировать, и при этом на ВНЖ гражданства претендовать. Вообще мы в октябре, к сожалению, будем очень активны. Почему говорю к сожалению? Потому что онлайн-активность, она в каком-то смысле является производной от ковидной деятельности. Когда те ездят по пляжам, то как бы наши вебинары пользуются меньшим спросом, а сейчас мы видим, что востребованность всей этой истории очень-очень велика, поэтому в ближайшее время у нас будет дюжина, наверное, вебинаров мы проводим на самые-самые разные темы, в основном и миграционные, и инвестиционные, ну и плюс, конечно, оцениваем рынки, что сейчас, собственно, происходит в разных, ну не так. К чему, собственно, привел ковид? Потому что действительно соблазн купить дешевле по-прежнему есть у многих, многие считают, что все подешевело, где-то подешевело, где-то нет. А так у нас Греция в ближайшее время будет, и будем говорить в ближайшее время о Турции, ну то есть много-много всего. И тогда давай, пожалуй, у меня их пара заключительных вопросов. Во-первых, был вопрос, я, к сожалению, от нашего зрителя Михаила не очень точно помню, но суть была такая, насколько я помню, вот если мы говорим о вложениях в какие-то фонды, которые диверсифицируют, действительно диверсифицируют не в рамках одной компании, а в рамках нескольких компаний. И даже странно. Я даже знаю, что это за Михаил, и если он еще с нами, я передаю вам большой привет. А, так вы знакомы? Это ты его пригласил. Михаил, вам привет от Эрик. Наверное, может, вас тоже знаю. Ну, рассказывайте мне. Значит, тут существуют, разумеется, фонды, которые включают в себя разного типа недвижимости. В этом есть своя логика, потому что, если компания вкладывает исключительно в складской сегмент, исключительно в гостиничный, исключительно в жилой, ну, опять-таки, здесь некие сопряженные риски возможны. Если компания работает в нескольких сегментах и диверсифицирует в этом смысле и капитал инвесторов, и свои капиталы, то в этом есть своя, естественно, логика. Есть наверняка компании, работающие в разных странах, но вот, скажем так, я пока, это, как правило, рейты. Я пока здесь только начинающий и неопытный человек, что касается рейтов, я только изучаю эту тему, у меня она любопытна, поскольку я считаю, что, в принципе, мы движемся в сторону разделенной экономики и аренда будет перекрывать покупку в будущем во всем мире и недвижимость будет больше для генерирования денег, чем для создания уюта и прочего, в силу там повышенной мобильности и прочих причин. Вот, поэтому такие фонды есть, я не могу привести вот конкретные имена и названия, наверняка Google нам всем ответы на это даст. Та компания, с которой я работаю в Германии, она тоже использует систему диверсификации, то есть там есть и жилые, и коммерческие помещения, и, скажем так, дачно-коттеджное направление и так далее, и так далее, что позволяет компании не зависеть от одного направления. Такие, несомненно, есть и, дай бог, будет еще повод на эту тему пообщаться, я надеюсь, я смогу больше рассказать. Михаил, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Эрик Резенфельд, наш, мой коллега, инвестиционный консультант, со своей идеей, со своим взглядом на инвестиции в зарубежную недвижимость сегодня, и вот мне тоже, походу, у меня просто на WhatsApp все-таки попросили там пару слов сказать, вот мое мнение ко всему, что мы слышали сегодня, и как к этому относиться. Я хочу сказать, что всегда в любой подобного рода покупки неважно, что и где вы покупаете. Многое зависит, конечно, еще и, ну, есть некий продукт, есть некий продавец, да, и как, в каком соотношении эффективность продавца и эффективность товара срабатывают, они, ну, для каждой сделки они свои уникальные. Если вы считаете, что вам это интересно, и вы доверяете, вам понравилось, как выступает Эрик, пожалуйста, связывайтесь, общайтесь, сложится супер, не сложится, значит, не сложится, не вопрос. Если вы считаете, что схема интересна по каким-то причинам Эрик у вас не вызвал интереса, значит, ну, ищем другого консультанта, да, если, если и проекты вы считаете, там, ну, шарлатанством, да, и Эрик не вызвал присоединенных, ну, тогда совсем все просто, ну, единственный такой, знаешь, неочевидный момент, когда проекты-то вам не понравились, ну, уж больно интересно с Эриком пообщаться, ну, в этом случае вот контакты есть, пожалуйста, звоните, Эрик недавно сказал, что, в принципе, несколько минут назад сказал, что, в принципе, ему очень приятно общаться с, и разъяснять. Вот, ну, и тогда, тогда уже финальный момент, чтобы тоже был понятен, все-таки можно ли сказать, что твоя деятельность, это важно, что тут нет гарантий, да, и твоя миссия, вот именно консультирование, а дальше человек принимает решение. Я тешу себя надежу, что моя миссия больше, чем просто консультирование. Я пытаюсь сломать определенные клише и раскрыть, скажем так, расширить кругозор. Я считаю, что у инвестирования существует множество вариантов и приложений, я хочу о них говорить. Я сам выбрал для себя это направление, поэтому я сначала сам бросаюсь на амбразуру, а потом уже кого-то за собой тащу, если кто-то хочет тащиться. Вот, я хочу подчеркнуть, что, наверное, постсоветская привычка, чтобы нам сказали, куда идти, а куда не идти, здесь не срабатывает. Вы должны, к сожалению, сами принимать решение и нести ответственность за его последствия. И это тоже одна из частей моей работы, которую мне кажется важно, выговаривать слух. Потому что вот это вот давайте быстрее подписывать, давайте быстрее туда там что-то покупайте, вот все будет хорошо. И отвечать человеку, то, что он, собственно говоря, пытается у вас, не то, что спросить, а там думает, и вы уже заранее закрываете все эти дырки, приукрашая. Я как раз сторонник, так сказать, трезвого, несколько даже циничного подхода. По-моему, лучше не инвестировать, а инвестировать туда, куда вы не понимаете и то, что вам не даст то, чего вам нужно. То есть вы должны определиться своей целью, зачем вам это вообще нужно? Потому что вообще не нужно инвестировать. Это не для каждого вообще. Если нужно, тогда выбирая свой инструмент, общаясь со мной, общаясь еще с десятком людей, которые вам интересны, если интересны, и принимая самостоятельное, развешенное решение. Никто за вас. Вашими деньгами можно распорядиться умно, но кому вы их доверите, это будет решение только вас и больше никого. Вот так. Ну что ж, на этой, даже не знаю, оптимистичной, реалистичной ноте я предлагаю завершать наш сегодняшний вебинар. Реалистичный. Эрик, спасибо огромное. Эрик Розенфлик, инвестиционный консультант из Хельсинки. И Филипп Березин, портал Прианру. Спасибо, спасибо, Эрику, спасибо мне. Портал Прианру, недвижимость за рубежом, к вашим услугам. Работаем, встречаемся, и огромного вам здоровья. Опять резко приходится об этом говорить, что-то странное все-таки в мире творится с этой пандемией. Спасибо, до встречи, увидимся через неделю.